Всем привет! С вами Игорь. И сегодня по просьбам многочисленных зрителей у нас будет обзор тепловых насосов производства Украины. Ну, да, в принципе, я вообще на своем канале агитирую, чтобы люди сами собирали, и мой контент всячески на это направлен. Ну, если вы первый раз зашли на мой канал и смотрите это видео, то у меня есть самодельный тепловой насос, и у меня есть серия видео, как его сделать самому. Там очень все просто, ничего сложного нет, и я вот склонен к этому, я за это как бы обоими руками, чтобы люди сами делали свои тепловые насосы, потому что тепловой насос это не телевизор какой-то или приемник, что там купил, где-то его поставил в любом месте, и он будет работать. Это такая техника, она как бы сильно привязана к местности, к воде, ну, вот это как бы получается интегрировано в какие-то ваши местные обстоятельства, какие-то условия, то есть сильно от этого зависит. Вы себе можете сделать там его немного меньше, там, чтобы он куда-то влез, или уже, чтобы поставить его где-то между этим, или лучше сделать теплоизоляцию, или вообще, например, не делать шумоизоляцию, если у вас он там будет стоять где-то в сарае или далеко от дома, и, соответственно, не платить за это в заводских. Вот, поэтому я как бы всегда агитирую за самостоятельную сборку, потому что там, ну, вообще ничего сложного нет, там купить обычный ротационный компрессор кондиционерный, два матка меди, клапан этот, ТРВ-шку, фильтр, все это, пригласить холодильщика, он вам все это спаяет, настроит, буквально за какой-то день заправит, и пойдет себе, вы будете радоваться своему тепловому насосу, уже готовому. Вот, но, тем не менее, вот, есть там многие хотят, чтобы я сделал обзорчик, такой небольшой, именно производственных, готовых тепловых насосов украинских, ну, почему бы и нет, хотите я вам предоставить, ну, и такую информацию, и самодельную, тут уже, конечно, да, ну, мое дело рассказать, показать, ваше дело уже выбирать, сами вы будете собирать или купите готовый, вот, ну, давайте сначала пройдемся по ценам, и что я нашел, вот, пошерстил я немного гугл, вот, что я нашел, ну, самый на первом месте у меня стоят эти тепловые насосы, хеткег, это, или хеткега, это Одесса, ну, такие они, кустарного более-менее производства, такие, чтобы сильно заводские их не назовешь, там просто бочка, в бочке накрутили полиэтиленовую трубу витками, так сложили ее, внутри компрессор, снизу испаритель, сверху тоже самое витками конденсатор, вот, все очень просто, компрессора у них, насколько я понял, все почти ротационные, ну, и, соответственно, от этого цена, вот, у меня сейчас планшет в руках, я сейчас захожу, вот, например, на ихний сайт, кстати, я на все сайты, что буду сейчас рассказывать, обзор, я на все эти сайты производителей оставлю ссылку в описании под видео, заходите сами, смотрите, вот, у них тут 4 в линейке, 4 тепловых насоса по мощности, вот, а нет, хотя, тип компрессора, вот, самый маленький, на 9, от 60 до 90 квадратных метров, дом, вот, теплообменник труба в трубе, что я очень приветствую, кстати, вот этот вот теплообменник труба в трубе, это самый лучший, на мой взгляд, теплообменник для переливной системы скважина-скважина, вот, да, обогреть дом от 60 до 90 квадратных метров, вот, ну, тут потребляемая мощность кило, 1380 ватт, производительность 6 киловатт тепла, ну, и так далее, тут характеристики будете сами смотреть, хотя, тип компрессора написано ротационный и через черточку спиральный, то есть, наверное, по желанию можете или такой, или такой ставить, цен здесь нет, потому что это тоже зависит, наверное, от компрессора, какой вы выберете, спиральный, это сразу цена там вырастет очень много, намного, вот, ну, и следующий тут идет на 90-120 квадратных метров, 9 киловаттный, это 6 киловаттный самый первый, второй 9 киловаттный по теплу, 11 киловатт, третий по теплу на 130-160 квадратных метров, и есть даже на 350 квадратных метров дом, 15-20 киловатт по теплу, но он уже трехфазный идет, вот, ну, я так примерно видел, то около 30-1000, вот, начинаются вот их тепловые насосы, что-то около этого, там, 28-27-30, что-то вроде этого, но, такие довольно достойные агрегаты, я же говорю, вот, то, что мне нравится, что у них вот эти вот труба в трубе теплообменники, очень ремонтабельные, удобные, ну, для самодельщика это вообще то, что надо, то, что надо, и промыть хорошо, там, не сбоиться заморозки, хотя там есть и электроника на этих тепловых, ну, вид у него, конечно, да, вид, конечно, да, ну, бочка, бочка, там, просверленные дырки, выход, вход для воды, такая, камуфляж, вроде, бочечка есть, есть без камуфляжа, ну, что вам надо, вам надо вид, или, чтобы оно грело, в конце концов, да, вам надо, чтобы грело, короче, вот такие, вот, нет, довольно неплохо, они, неплохие агрегаты, дальше, смотрим, еще мне понравились, вот, тепловые насосики, фабрика тепла, фабрика тепла, тоже у них такие, довольно ценные, адекватные, ну, сравнимые, хотя бы, торговая марка, ну, фабрика тепла, но они выпускают тепловые насосы под маркой Сенсо, вот такой кружочек, ну, зайдете, если будете смотреть, и английскими буквами Сенсо, вот, для, вот, например, сейчас, смотрю, рекомендуется для обегрива будинку площадью до 60 метров квадратных, цена 33 750 гривен, вот, на все, если под ключ, то есть, буровые работы, супутные материалы, пусконалаживание работы, то есть, 75 тысяч, сразу, сразу же цена возрастает до 75 тысяч, это если все под ключ, то есть, вам сделают совсем. Теплопродуктивность у него 2,7 киловатта, потребление 640, а, 640 ватт, ну, это, я так понимаю, 640 ватт, это ротационный компрессор от семерки кондиционера стоит, он берет 640 ватт, это при условии В8В35, то есть, испарение 8 градусов, конденсат В35, ну, самые такие оптимальные условия. Коэффициент эффективности КОП тогда будет при таких условиях 4,2, максимальная температура нагрева воды 55, площадь по 60 квадратных метров дом, напряжение 220, вага 43 килограмма. Вот, ну, вот такой вот тоже тепловой насосик, сравнимый, кстати, по цене с этими хеткегами одесскими. Ну, фабрика тепла, это, по-моему, Киев, по-моему, Киев, я точно не помню, но вроде Киев, но тоже украинское производство, тут тоже контроллер стоит, но это уже такой ящичек более-менее приличный, его можно и дома поставить, такой белый красивый металлический ящик, все, ну, зайдите, посмотрите, если я оставлю ссылочки на, и у них там есть и дальше, там, если смотреть, это самый слабенький на 680 или сколько ватт потребляет, потом есть 900 ватт, 1,2, но это с ротационными компрессорами. Вот это, кстати, сразу, если видите, тепловой насос, там такой, ну, относительно недорогой, 25, 27, 30 тысяч, вот, или как это 30, то это будет только ротационный компрессор кондиционерный, там про спиральник даже и речи не будет. Если спиральный компрессор, там сразу цена вырастает раза в два, но мы еще до них дойдем. Так, ну, вот на этом уже, я вам скажу, и заканчиваются дешевые тепловые насосы, да, украинские, вот и все производители дешевых, ну, это такое кустарное производство. Так, теперь начинаются дорогие, ДВИКС, вот такой вот тепловой марка или бренд, ДВИКС, ДВИКС, английскими буквами, вот, тут, а, тут почему-то цен нет, но я вроде бы на другом сайте видел цены, тут, тут, конечно, ну, цена, цена тут очень даже такая, ну, тут уже идут спиральные компрессоры Саньо, вот, новые, ну, они, в принципе, и там новые, автоматика, Алко Контроллс, Кастел или Данфос, надежные паянные пластинчатые теплообменники, вот эти теплообменники, кстати, паянные пластинчатые, они намного дороже трубчастых, вот, труба в трубе, и я их не люблю, если честно, но зато они занимают мало места, они очень компактные по сравнению с этими трубами в трубе, вот, это вот их единственное, наверное, такое неоспоримое преимущество, да, вот, программируемый электронный контроллер для управления температурой, прочный стальной шумоизолированный комп, пуск собственного производства, с двойной виброизоляцией, молотковой покраской, возможность выбрать цвета, все модели могут дополнительно использоваться для горячего водоснабжения, охлажения коттеджей, низкий уровень шума, около 40 дБ. Ну, вот такие вот, на R22, кстати, тоже они работают, вот, ну, тут я цен что-то не вижу, ну, я смотрел, я же говорю, других там, где-то на другом вот этот бренд, то там уже цена, ну, что-то, по-моему, или 50, или 60 тысяч гривен, ну, уже, или даже еще больше, ну, это, это уже дорогие пошли, это уже с дорогих, это как бы уже заводские, настоящие, не кустарные, у них красивый корпус там, электроника, все уже более-менее похоже на что-то европейское такое, более-менее. Так, дальше, тоже из дорогих тепловых насосов, торговая марка Алтал, вот, тут самый первый, Алтал UA. Смотрю, вот, тут у них есть линейка 0,5, 0,7, 0,8, ну, это по мощности. Вот 0,5 самый слабенький, геотермальный тепловой насос, отопительная мощность 5,4 кВт по теплу, питание 220 В, потребление компрессора 1,24 кВт, ну, 1,240 В, при этом выходная тепловая мощность 5,4 кВт. Коэффициент полезного действия КОП-4,35, возможность втопления помещений до 70 метров квадратных. Компрессор Дайкин, тоже тут цен нет, но я вижу тоже ящик такой довольно приличный, вот, такой, не бочка уже, конечно, но цен почему-то тоже здесь нет, или какие-то догородные цены, но я думаю, что это уже тоже не дешевые. Хотя, ну, если вас интересует, я же говорю, заходите, звоните, я оставлю все ссылочки. И у них тут дальше пошли по мощности 0,5, 0,7, на 100 метров квадратных есть, 120, 140, 180, 220, 250 метров, 280, 300, 350 метров квадратных. Тут уже с двумя даже компрессорами идет, ну, на 380 уже, вот, компрессора все Дайкин. Вот, ну, вот такое тоже тепловые насосики, но я думаю, что это уже не дешевые. Дальше, что у нас тут есть, это Алтал был, да? Так, Soft Energy, тоже Украина, тепловые насосы Soft Energy. С января 2013 года на производственных площадях ПО Контактор Украина изготавливаются тепловые насосы Soft Energy SE, где устанавливаются компрессоры Sanyo, Япония, Bristol, USA, теплообменники WTT, Германия, контроллеры Kurel, ну, и так далее. О, тут уже есть цены, вот самый слабенький, потребляемая мощность 1,2 киловатта, тепловая мощность номинальная 4,7 киловатта, около 60 метров, да, на дом 60 квадратных метров, или что это, да, на 60 квадратных метров 2973 евро, почти 3000 евро. Вот, видите, уже вот такая вот цена. Так что, вот, уже сопоставимо, ну, тут красивый ящик такой, уже все, контроллер, циферблаты, манометры, все есть для контроля, уже такой приличный вид у него, все, ну, как заводской, настоящий тепловой. Ну, он, в принципе, и есть, заводской, настоящий. Вот, тут уже идут тоже спиральные компрессора, вот, уже тут, я говорю, серьезные, серьезная система. Тоже тут модели разные есть, ну, и цена, вот, 3000 евро. Стоит ли это покупать и платить за такие деньги, я не знаю, ну, попросили меня, я делаю обзор, но я, я лично против покупать за такие деньги тепловой насос, почему ее нельзя сделать самому? Я не вижу вообще никаких, ну, преград, преград это сделать. Так, что я тут еще хотел вам показать, тепловые насосы, ВДЕ, вот, еще тоже есть тепловой насос, украинский ВДЕ, ну, это тоже, а, ну, это вроде бы не очень дорогой, 38500 гривен за одну штуку, ну, тут как-то непонятно, что это за тепловые насосы тут, вот, хотя, под ключ, вот, тут, есть, ага, цены, вот, под ключ, это совсем, со скважинами, настройкой, заправкой, вам приедут поставить, для дома площадью 75-100 квадратных метров, ну, это примерно как у меня, 8000 евро, украинский тепловой насос под ключ, вам приедут поставить, 8000 евро, товарищи, то есть, уже, ну, и тут для домов 100, и 200, 300, до 600 метров квадратных тут дома, вот, короче, тут, что, насколько хотите, но, цена, вот, цена, видите, цена, то есть, ну, дешевых тепловых насосов, их почему-то не бывает, я всегда, вот, себе задавал такой вопрос, почему они такие дорогие, тут, ну, не за что брать такие деньги, не за что, там, компрессор, ну, поставьте, ну, вот, это единственное, что, такие самые дешевые, это фабрика тепла, эти сенсор, ну, это с ротационными компрессорами, кондиционерными, такие, как у меня, и хеткек, вот этот вот, хеткек по-английски, вот эти вот, две ссылки, самые первые оставлю, это самая, такие, приемлемая цена, но даже на эти тепловые насосы, если взять, сравнить, сколько я потратил, я потратил совсем, совсем, я считал, там, около 16 тысяч гривен, это даже со скважинами, с инструментом, заправочным, паяльным, всем своим, вот этим, что я покупал, развальцовкой, вакууматором, я это все считал, у меня вышло в два раза дешевле, в два раза дешевле, чем просто тепловой насос без ничего, ящик, тот же самый фабрика тепла, сенсор или хеткек, вот, ну, вот, делайте выводы, стоит, стоит ли отдавать в два раза больше денег, просто за готовое, готовое решение, которое вы можете, ну, сделать, сами, без каких-то, я не знаю, какие-то могут быть проблемы, если вы боитесь сами делать, купите просто комплектующие, купите компрессор, два маткомедии, я уже говорил, да, там все вот эти, вот, соберите компоненты, там их, ну, там ерунда, там на пальце, на руке, на пальцах одной руки можно посчитать эти компоненты теплового насоса, соберите все, пригласите холодильщика своего фреона, своим инструментом, все, он придет, он все это развальцует, спаяет за день, настроит, заправит, отвакуумирует, все, будете пользоваться, зачем вам это, ну, я не знаю, я привел вот примеры фирмы, вот, решайте сами, сами решайте, как уже, я, мое дело дать информацию, еще, я смотрел, интересные, есть, интересные, есть предложения на LX, это у нас, такие, сайт этих, это сайт объявлений, там тоже есть частные, вообще, люди, ну, в частном порядке, предлагают свои услуги, продают тепловые насосы, там я видел один, даже бэушные ставят компрессора, но я не знаю, стоит ли это с бэушным компрессором, можете на LX посмотреть, там тоже я 2-3 объявления нашел, с такими, вроде, нормальными ценами, ну, примерно, как этот хеткек и это, вот, ну, решать вам, ну, я считаю, все-таки, я считаю, мое мнение осталось моим, что его лучше, дешевле, эффективнее собрать самому, это будет ваш тепловой насос, адаптированный под ваши условия, под ваши обстоятельства, ну, вот, как-то так получается, ну, наверное, все, хватит про эти тепловые насосы, на сегодня, вот, так что, ну, выбор немногий, но есть, все, всем пока, до следующих видео.